Первая встреча сторонников Всероссийской партии «Единая Россия» с пожилыми жителями района прошла еще в мае в Одинцово. За несколько месяцев активисты побеседовали почти с тысячей пенсионеров во всех поселениях. С учетом розданных брошюр и так называемого «сарафанного радио» удалось охватить в общей сложности примерно 10 тысяч человек. От встречи к встрече формат бесед менялся в соответствии с пожеланиями участников. После двух-трех встреч мы стали приглашать уполномоченного полиции каждого поселения, в котором мы приходили на встречи. Мы попросили, чтобы приходили сотрудники социальных соцзащит, социальные работники, потому что много вопросов и мы были в этом направлении. Способов обмануть пожилого человека множество. Большинство из них подробно описано в специальной памятке. Огромное значение имеет описание конкретных случаев обмана. Именно то, что в ходе встречи приводятся живые примеры, помогает пенсионерам лучше понять схемы, применяемые мошенниками. Мошенники – тоже люди вашего возраста. Приходят в поликлиники точно так же к врачам. Также берут номерочки, также записываются на прием. Вы сидите рядом с ними, вы им рассказываете о себе, они вам тоже что-то рассказывают. У вас есть карты, у вас есть карты с адресами вашими, с вашими именами, фамилиями и диагнозами и так далее. Они знают, к какому врачу вы сидите. Вот вы с ними посидели, поговорили, а через некоторое время вам начинают звонить на телефон. Звонящие представляются медицинскими работниками, сообщают о якобы диагностированных у человека страшных заболеваниях и предлагают за большие деньги приобрести, например, чудо-лекарство. Вы примите это тоже за правило, что никогда вам диагноз по телефону не сообщают. И не надо пугаться, и не надо бежать, снимать бешеные деньги и отдавать кому-то за лечение. По информации правоохранительных органов, жертвами проходимцев в этом году только в Ершово-Извенигороде стали 22 пожилых человека. Самое главное – в любой ситуации нельзя действовать спонтанно. Сначала нужно, как говорится, хотя бы досчитать до 10. В этот момент, когда прозвучал звонок, вам выдали информацию, вы не сможете, я вас уверяю, пройдено на личной практике, личной практике, никому не дозвонитесь вы из своих родных. Вот так, как-то обстоятельства складываются, что дозвониться нельзя в этот момент, но паузу выдержать нужно. Не нужно собирать свои последние копеечки и бежать к ближайшему, как минимум, банкомату. Пожилые люди болезненно переживают любой обман. Если же при этом они еще и лишаются крупной суммы, то расстраиваются настолько сильно, что иногда даже умирают. Наши старики, они в силу своих возрастных особенностей, физических особенностей организма, они не могут угнаться за новыми тенденциями, за новыми техническими новинками, не могут освоить вот эти гаджеты, которые появляются у нас буквально каждый день. Но это все могут мошенники, кто поможет нашим старикам. Им можем помочь мы, дети, внуки, государственные органы, общественные организации. Поэтому я думаю, что работы нам, к сожалению, еще предстоит много. Но мошенники – это враг. А с врагом надо бороться. Мы победили Великую Отечественную войну, но неужели мы не победим мошенников? Пожилые люди положительно оценили прошедшую встречу. Все важные информации. И соц. обеспечения, и там, и там. Все важные передают. Мне понравилось. Мы будем хитрее. У некоторых уже случались подобные истории. Что вы, я говорю, брешете-то? Кричу. Сынок, сынок, встань, я говорю. А сына не было. Сынок, встань-ка, я говорю, тут пришли к тебе, ты в аварию попал. А сына не было. Они как побежали, я вышла на балкон, я там в девятом доме живу в болгарском, поглядел, три парня. Большие ростом, ну знают, как звать. Гриш, я спросил, какая машина у него. Все рассказали, где он живет, даже знали. Работу в подобном формате сторонники партии «Единая Россия» в ближайшее время собираются продолжить. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова